МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ты смотришь? Гордись собой. Ты только что позволил убежать преступнице, и за это придется ответить. Ясно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Подождите, вы не имеете права. Отпустите меня, пожалуйста. Зачем мне приковали? Еще раз повторю. Сейчас идем в отделение и разберемся, кто ты такая и откуда ты приехала. И почему позволила сбежать в воровке. Ясно? Подождите, я вышла с вокзала, увидела, что маньяк пристает к девушке. Я и подбежала. Я приехала в Киев. Пойдемте. Гарри Королен, музыкальный продюсер, подержите сумку, пожалуйста. Вот. И он мне дал визитку. Вот. Мне плевать, кому-то приехала. Хоть к папе римскому. Ясно? За мной. За мной! Сумка! Идем за сумкой. Ну, куда вы так тянете, ну? Аккуратно. Пожалуйста, отпустите меня. Вперед. Вперед. Пожалуйста, ну отпустите. Я сказал. Визитка. Ну что, я могу сказать, что эта поездка в Карпаты очень выбила нас из графика. Значит, сегодня нам нужно оформить продление контракта с Алиной. Ой, девка, честно говоря, никакая. Рейтинги низкие. Нет, мы контракт, конечно, продлим, но надо делать ставку на голос. Вот у той девчонки в Карпатах. Вот. Вот у нее был голос. Милый, ты меня удивляешь. Ну, заворядная девчонка, ну правда. Ну, громко поет, да? Ну, фальшиво. Ну, фальшиво. Фальшиво, фальшиво, фальшиво. Ты что, меня ревнуешь? Я что-то раньше не замечал, чтобы ты ревновала меня к певичкам, которых я продюсирую. Да, и, кстати, правильно делала. А что? Работа у нас такая. Попсу создавать. Да. Допустим, я тебе ревну. Правда. Ну, у меня ведь нет на это права, да? Конечно, у меня только обязанности. У меня обязанности, значит, у меня обязанности принимать твои новые пассии, терпеть твое ужасное, отвратительное настроение, общаться с твоими родителями. Так, стоп, Ира, стоп, стоп. У нас с тобой прекрасные отношения. Прекрасные. Мы же с тобой фактически муж и жена. Фактически. Но не юридически. Давай не будем, мы уже об этом говорили. Ира, ну, у меня же есть обстоятельства, из-за которых я не могу... Да, 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 твоя свобода. Это же главное, конечно. Ну, прости. Ну, извини, правда, я не хотела. Ты понимаешь, столько времени прошло, столько лет. Гарри, Гарри, Гарри. Значит, ты смеешься над моими чувствами? Нет, Ира, прости, я просто кое-что вспомнил. Тебе нужен штамп в паспорте? Да. Ты его получишь? Я не поняла, ты минуту назад говорил совсем другое. Ира, минуты, секунды, часы, какая разница? Давай будем жить на полную катушку. Я не узнаю этим. Я сам себя не узнаю. Там, в Карпатах, что-то изменилось. Вот как будто все краски стали ярче. Все решения принимаются быстрее. Ну, не смотри так на меня. Ну, что, я не могу позволить тебе стать романтиком. Ну, что, ты принимаешь мое предложение? Да. 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 Я тебя очень прошу, ты вот все эти хлопоты, там свадьба, помолвка, путешествие, ты возьми все это на себя, у меня просто нету времени, ты же у нас профи. Да, я обещаю, у нас будет самая, самая прекрасная свадьба, у нас будет самая яркая помолвка, я тебе обещаю, обещаю тебе. Молодой человек, можно нам, пожалуйста, самое хорошее шампанское, я люблю тебя, слушай. Ну пожалуйста, ну прекращайте, заходите, все, сейчас будем писать протокол и вы объясните, почему оказали противодействие сотруднику милиции при исполнении. Слушайте, это что же происходит? Следователь собственноручно задержание проводит? Удивительные вещи. Смолин, а ты помнишь, у меня по делу о мошенничестве проходила Виктория Рябаконь? Ну. Ну так вот, я ее увидел на вокзале, она меня узнала и давай бегом, видимо сворованным была. А вот эта вот гражданочка не дала мне ее задержать. Сереж, а каким образом? Вот неважно. Нет, ну, а все-таки? На лопатки уложила. Это, это она-то? Отлично. Наружите, да? Гражданка, скажите, почему вы решили оказать сопротивление сотруднику правоохранительных органов? Ну, откуда же я знала? Он же в штатском. На нем же не написано, что он милиционер. Ну, а почему вы вообще, так сказать, на него набросились? Он к девушке приставал. Я и подумала, что он маньяк. Маньяк? Кремнев, слушай, так ты у нас это... Рома, хватит ржать! А может вы не просто так впрягли за Рябаконь, а? Может вы ее подельница? Никакая я не подельница. Я певица. А ты что? Буду. Ну, ну. Я в Киев приехала петь. Меня сам Гарик Король пригласил. Он слышал, как я пою Арию Кармен. Арию Кармен? Угу. А, ну, не Мурку? Не верите, да? Нет, ну чего, верим. Слушай, замолчи и сядь. Ничего, хорошо же, Смолин. Что за концерт у вас здесь, а? Новые методы ведения следствия? А? Ну что ж, хорошо, весело. Рома, ну что ты здесь все время ошиваешься? А тебе заняться нечем? Да, эээ... Я попросил коллегу помочь с бумагой. Смолин. У нас своих оперативно-розыскных мероприятий хватает. Давай. Скажите, а вы начальник? Начальник оперативно-розыскного отдела. Рома, давай на выход. Так вот, значит, меня незаконно задержали. Я в Киев приехала, а этот меня задержал. У меня и билет есть, и паспорт. Этот, это кто? Вот этот. Не волнуйтесь, сейчас во всем разберемся. Темлев, ты что, переработал, что ли? Что за превышение полномочий? Господи, куда же она запропастилась? Дианочка, ну, Дианочка, вспомни себя в молодости. Ну, как ты, ну, как мы в общаге гудели. Ну, Свет, ну, мы работали, учились, у нас были какие-то цели. Да мы не были такими безответственными. Да ладно тебе. Женька, наверное, сейчас в обнимку с парнем где-нибудь над Днепром гуляет. А телефон просто разрядился. Ты действительно думаешь, ничего страшного? Ну, конечно же, все хорошо, и она обязательно вернется. Я уверена. Свет, спасибо тебе за поддержку, она мне очень нужна. Да тебе спасибо. Ты так много для меня сделала. Я ж когда без работы осталась, ты меня к себе взяла. Зарплату платишь. Да за работу плачу. Прекрасно готовишь, и вообще весь дом на тебе. Правда, Свет, мне до сих пор неловко, что подруга молодости обслуживает мою семью. Ты могла бы как-то иначе построить свою жизнь, работу найти более престижную. Нет, Дианочка, а что ты такое говоришь? Нет, нет. Я вас всех очень люблю, как родных. Может, все-таки поешь? Пороть ее надо было в детстве, пороть. Ты уж, Митя, прости меня за прямоту. Ну, она родилась такая слабенькая, а потом болела все время. Конечно, мы все ее опекали, пылинки сдували. Да, вот и результат. Не учится, не работает, не по ночам шляется. Вот так вот и пропадет мне за груш. Не преувеличивай, Ольга. Уже давно не те времена. Сейчас для молодежи провести всю ночь на дискотеке в компании или у друзей, это, можно сказать, норма. Угу. У нас сейчас в одних трусах по городу ходить норма. Ох, посмотри, Митя, что ты скажешь, когда Женька в подоле принесет. Вот, вертит вами, как хочет, а ты во всем готовь ее оправдывать. Митя, ты же глава семьи. Ты должен всех их приструнить. Нет, все-таки после смерти Тимофеевича все пошло наперекосяк. Ну, так уж и все. Женька дурит, конечно, но это возраст такой. В остальном все нормально. Нормально, как же. Не дом у вас стал, а проходной двор. Четверги эти, ну, ходят все, кому не линия. Феликсу просто как медом намазано. Ну, вот скажи, что он здесь забыл? Феликс свой человек в доме. Родственник. Родственник. Седьмая вода на киселе. А во все лезет. Все знает. Он помогает Диане в фонде с юридическими вопросами. Митя, смотри, как бы тебе эта помощь боком не вышла. Вот Тимофей Ильич всех бы их выгнал. И родственничка этого твоего, и Светку приблудную. Да она так ядом и дышит, а глазами своими зыркает. А глаз у нее нехороший. Ольга, что ты несешь, а? Ой, кто там еще? Вот, заберите, пожалуйста. Женечка. А то мне это пора. Митя, ну забери Женю, отведи ее в комнату. О! Молодой человек, постойте, а что произошло? Не-не, Женя вам сама потом все расскажет. Держись. Ну. Открой дверь, Света. Да иду, иду. Красава. Давай-давай-давай-давай. Осторожно. Женя, ну. Держите. Я свободна? До свидания. Нет, уж прощайте. А знаете, вы позорите почетное звание старшего лейтенанта милиции. Барышня, вы дверь видите? Идите, певица. Серега, а скажи честно, ты больше злишься, что Рябаку не пустил, или из-за того, что гражданка кречет так легко тебе на лопатку? Рома, я злюсь на Феликса, потому что он постоянно сует нос туда, куда не нужно. Слушай, ну, по поводу Феликса, я просто думаю, что он услышал шум и... Ну да, услышал шум и решил не отказывать себе в удовольствии показательной порки за незаконное задержание. Потому что во главе угла у Феликса что? Закон. Да, самый большой защитник закона. Да просто. Мужики, да перестаньте, а. Феликс отличный мужик. Работает и, между прочим, другим не мешает. Ну да. А по поводу гражданки кречет, я просто думаю, что она тебе понравилась. Вот ты ее и задержал, да? Больной? У меня жена есть. Ребята, извините, я поработаю, можно? Не вопрос. Женя, Ну и где ты все-таки была? Кто этот парень, который тебя привез? Спасибо ему, конечно. Мы были на вечеринке, а потом... Потом? Я надеюсь, это твой парень? Если он меня привез, значит, это мой парень. Ты что, не знаешь, где ты была, с кем ты была? И кто тебе тот человек, который тебя привез? Мам, пожалуйста, у меня болит, голова отстанет меня. Женя, что у тебя с этим парнем? Скажи мне правду, и я оставлю тебя в покое. С этим парнем? У меня все окей. И с другими? У меня тоже окей. Что значит с другими? Женя, он что, не один? Как же так? Женечка, ты молоденькая девушка, и так легко... Я женщина. И не нужно делать вид, что ты этого не знаешь. Женя, я понимаю, что мы редко говорили с тобой по душам, но я за тебя волнуюсь, я очень за тебя волнуюсь. Да, да, особенно тебя мама волнует, чтобы у безупречной Дианы Левицкой все было идеально. Женя, Женечка, я прошу тебя, не уходи от разговора. Да ты спишь с разными мужчинами, и даже не знаешь, как их зовут. Да какая разница, как их зовут? Они все... Женя, когда ты полюбишь, ты будешь иначе смотреть на вещи. Давай, мама, поговорим о любви. У вас же с папой такая любовь. Я не понимаю, откуда в тебе столько цинизма. Но включи хотя бы элементарный здравый смысл. Случайные партнеры – это огромный риск. Так, завтра же мы идем с тобой к гинекологу. Я сама пойду. Нет, я пойду вместе с тобой. Ладно, окей. Пойдем вдвоем. Только, пожалуйста, дай мне поспать. Я же видела, этот милиционер выкинул визитку сюда. Да, пап, привет. Как ты? В гостинице? Да в гостинице-ка, в гостинице ничего. Столько постояцев заехала, много работы. Устала и времени совсем не было позвонить. Ты лучше расскажи, как ты. Ну, хорошо, так хорошо. Тогда я спокойна. Все, пап, мне пора. Целую. Давай, пока. Вот зараза, где ее теперь найти? Эй, подруга! Что, все так плохо? Да уж получше, чем у тебя. Я еще не опустилась до того, чтобы воровать. Ты нашла кого слушать. Это тебе мент наплел. Да не грибут кого ни попадя, вместо того, чтобы настоящих воров ловить. Конечно, за меня никто не заступится. Я ж сирота. То есть ты хочешь сказать, что он просто так тебя зацепил, да? Я у него свидетельницей по делу проходила. Спасибо. Он меня на вокзале встретил, прицепился. Что, куда, зачем. А у меня паспорт просроченный. Че, не веришь? 25 лет исполнилось полгода назад, а фотку поменять времени нет. Но я ей дала одеру, потому что я испугалась, что он меня загребет, а потом повесит воровство или, не дай бог, убийство. Че ты смотришь? Как будто в первый раз такое слышишь. А мент этот твой, он вообще гад редкостный. Да, это правда. Грубый и злой. Лева, а где Ромка? Я не заметил, как он ушел. Феликс послал его в институт криминалистики за результатами по токсическим веществам. Помнишь это дело, где отравили директора фабрики? Я понимаю, что он его подчиненный, но... Уж больно он восхищается Феликсом. Ты заметил, он даже его походку копирует. Ну ты тоже не преувеличивай. Феликс в своем деле мастер, и ты это прекрасно знаешь. А то, что Ромка ему в рот заглядывает, как птенец, это неудивительно, он же детдомовский. Прости, друг, я... Да ничего, я понимаю. Да, мы детдомовские... Такие, кто... Кто нам улыбнется, тот и брат. Есть такая тема. Я думаю, здесь дело в другом. Ну в чем? Скорее всего, Феликс привлекает Ромку к своим делишкам, и это плохо кончится. Ну, не пойман, не вор. Тоже верно. Начальство нашего Феликса любит. Он умеет героические отчеты о себе любимом составить. А вот Вику Рибаконь я когда-нибудь поймаю на горячем. Это дело принципа. Давай. Два фреша нам. Апельсиновых. Круто, а? Откуда ж ты такая добрая взялась-то? В Карпат спустилась. Это ты там с медведями жила? Скажешь тоже. Я жила с папой в военном городке. Мама нас бросила, когда мне было два года. А папа у меня очень хороший. Добрый, умный, смелый. Я и дзюдо знаю, и стрелять умею. Меня отец всему научил. Я заценила. Так а в Киеве что делать собираешься? Для начала хочу найти недорогое жилье. Потом найти продюсерский центр Гарри Короля. Я пою. Круто! Певица значит, да? Так а за сколько ты хату собираешься снимать? Гривен за 400. Максимум 500. Ну, смотри, подруга. Не Мариинский дворец, конечно, но до встречи с королем твоим перекинтоваться здесь можно. Спасибо огромное. Ты меня так выручила. Ты будешь спать здесь, а я на диване. О, а это Мишка Малой. Мой друг и хозяин мастерской. Наташа, подруга моя. Она тут у нас поживет немного. Здравствуйте. Привет. Натус, ты это, устала, наверное, с дороги? Если душ хочешь принять, то ванная вон там. Спасибо. Да, если можно. Угу. Тебе объясни, зачем ты эту ущербную притащила, а? Хочешь, чтобы нашу лавочку прикрыли? Угу. Хочешь, чтобы она стукнула на нас в ментовку? Да она спасла меня сегодня. Ты б видел, как она мента на вокзале уложила. Одной левой. Я такое только в кино видела. Да, гардеробчик мягко, скажем, не ахти. Казарма наша, все. Поживиться тут нечем. Скажи, есть какие-нибудь препараты, которые дают картину сердечного приступа, но не могут быть выявлены при вскрытии? Без вопросов у нас идет следствие. Много всего есть. Метилмонокристаллин. Так. Потом триатил... Триатилпараметадиол. Точно так. Потом есть препарат нового поколения. Тетрастереозалин. При попадании в кровь полная картина сердечного приступа и остановка сердца. Экспертиза может подтвердить их присутствие? Что, полностью всасывается в кровь? Даже все признаки, как в сердечном приступе. Синюшные губы, ногти, белеет этот носогубной треугольник. Угу. Так. Напиши название. Да. Я дам своим ребятам проверить. Все, гуляй. Филипс Петрович. А. Продолжай варить свою химическую дурь, Менделеев. Но в разумных пределах не перебегай дорогу к крупным игрокам. Я, конечно, крут, но не всесилен. Держи. Спасибо. Слышь, а ты куда намылилась? Работу искать. Заодно гляну, может, есть в газете информация о центре Гарри Короля. По Киеву погуляю. На улице так хорошо. Ага, удачи, короче. Спасибо. Здравствуйте. У вас есть газеты с объявлением о работе? Давайте все. Я всю ночь глаз не замкнула. Митя тоже не спал. Я боялась, что ему станет плохо с сердцем. Что Жене делать, ума не приложу. Детька плохо себя чувствует? Да нет, в целом нормально, но он же до сих пор переживает смерть отца. Да, послушай, мы как-то с ним разговаривали о Тимофее Леяче, ему стало плохо. Серьезно? Губы посинели, вот этот треугольник носогубный побелело, а я читал, что это при серьезных болезнях сердца. Я испугался, хотел уже в скорую звонить. Слава богу, закончился. Это все малоподвижный образ жизни и отсутствие свежего воздуха. Диана, ему на природу надо. Он же вроде заядлым рыбаком был. Да. Пусть съездит порыбачит. Это я не люблю все это дело. А он пусть съездит на природу, посмотрит на воду, а? Творческим натурам это полезно. Ты такой благородный человек, Феликс. Другой бы на твоем месте ревновал, а ты заботишься о его здоровье. А я и ревную. Но Митька же мне не чужой. Вот как нас жизнь-то в один узел связала, а? Я понимаю, конечно, мы уже говорили о том, что в семье ты выйти не можешь. Но мне больно. Больно. Я люблю Митьку. И тебя люблю. Привет. Ну что, как твой ничего? Обзвонила все места, где требуются вокалисты. Результат нулевой. Ну ничего, через пару дней куплю новые газеты и снова буду всех обзвонить. Ну, что ты из-за этого нос повесила. Было бы это самое большое горе в жизни, кстати. У меня подруга и... Извини. Да, пап. У меня все хорошо. Извини, я очень занята. Давай, я освобожусь и сразу тебе перезвоню. Не бросай трубку. Скажи, где ты сейчас? В гостиницу. Ну, а чего ты разволновался? У меня все хорошо. Ты никогда не умела врать. Значит, точно что-то случилось. Я в гостинице. Мне сказали, что ты оставила в номере заявление об уходе и уехала. Папа, я... Ты в Киеве у матери? Нет, я не у нее. Но все-таки в Киеве. Я понял. Будь на связи, я еду за тобой. Все. Допрыгалась. Горик, я с тобой хочу серьезно поговорить. Слушаю. Я больше не хочу участвовать в отмывании денег за товары и за границы. А кто этим будет заниматься, Олег? Ты же мой финансовый директор. Я уступил тебе когда-то. Думал, одна-две поставки. Но ты пустил это на поток. Это становится опасным. Послушай, у нас же... У нас классная крыша в МВД. Кроме того, покупатели люди из высших эшелона власти. Да что ты дрейфишь? Чистоплюнь. Ты же сам поднялся на контрабанде алкоголя и сигарет. Я ворованным никогда не торговал. А ты получаешь из-за границы краденный антиквариат. Скажи мне, пожалуйста, неужели мы мало зарабатываем, занимаясь продюсированием? М? Нафига тебе эта головная боль? С этими скульптурами, монетами, картинами. А если этим заинтересуется Интерпол? Покупатели своих коллекций не светят. Вещи ищут там, где они исчезли. То есть за границей. Интерпол два года этим не интересовался. Если кто-то не стуканет, то не заинтересуются. Я стучать не собираюсь. Но мне надоело работать с черным налом. Я финансист, а не уголовник. А ты, король, пожалуйста, задумайся. Что будет через лет пять-десять? Власть имеет свойство меняться. Ты знаешь, а я не думаю, что с нами будет через пять лет. Я живу здесь. И сейчас. Как за... Я ухожу с моста финдиректора. Увольняюсь, если тебе будет удобно. К конкурентам побежал? Да куда угодно. Только подальше от тебя. К Запольскому? Привет. Привет. Ужинать будешь? Не, мам, я на диете. Знаете, что? Что? Мам. И Гарик предложение сделал. Помолвка скоро будет. Доченька, как я рада. Я тебя поздравляю. Наконец твой Гарик набрался смелости. Тебя никто не спрашивал. Я со своей семьей раз. Да что, тетяюсь? Вы будете делать помолвку, да? Это так романтично. Обычно люди женятся, и все. Лара. Лара, я замуж. Выхожу один раз на всю жизнь. Я хочу, чтобы все было просто нереально круто. Потрясающе, понимаете? Я хочу, чтобы все было ярко и незабываемо. А не так, как у некоторых. Позалет расписали в журнальчике, и все. Ни свадьбы, ни путешествия, ни нормальной семейной жизни. Ну что? Спасибо. Сереж, а вторую? Пусть сестрица твоя поест. На злость и зависть много энергии нужно. Одним яблочком запас не пополнишь. А, да. Валентина Степановна, спасибо за ужин. Да, давай. Ну, вы слышали? Ну, что он себе позволит, а? Валентина. Здравствуйте. До свидания. Всего доброго. Простите, пожалуйста. А можно я перепишу номер журнала? Спасибо. Женя, вставай. Мы едем к врачу. Ты мне обещала. Я сплю. Я никому ничего не обещала. Я сказала, может быть. Женя. Диана. Там тебя требует какой-то мужчина. Он что-то выкрикивает и уже успел мне нахамить. А почему вы не вызвали милицию? Он утверждает, что пришел поговорить о твоей дочери. Наконец-то соизволила выйти. Скажи спасибо, что вообще вышла, а не вызвала милицию. Что ты тут устроил? Кто тебе позволил хамить наши экономки? Так, я сюда не разговор и приехал разговаривать. Позови Наташ. А ее здесь нет. Почему ты решил, что она у меня? А где ей быть? Я точно знаю, что она в Киеве. Кто у нее еще здесь есть? Да откуда я знаю? Ты же сам не давал нам общаться. Подожди. Она что, сбежала? Замечательно. Ты был так заботлив, что ребенок рванул от тебя и даже не сообщил куда? Это твоя дурная наследственность. Мне не призналась, чужим людям сказала. Петь решила, певицей стать. Певицей? Да, пошла по твоим стопам. Научилась отцу врать. Но она сюда не приходила. Когда ты последний раз ей звонил? Что она тебе говорила? Я звонил ей из аэропорта. Она вне зоны. Телефон, наверное, выключила. А куда она могла еще пойти? Кроме тебя у нее в Киеве никого больше нет. Позови сюда Наташу. Да послушай ты. Игорь. Наташи здесь нет. Хочешь убедиться, зайди в дом. Угу. Знаешь, что я подумал? Только ты не пугайся заранее. Давай позвоним, кому следует в таких случаях. У меня родственник милиции работает. Объявим в розыск. Он поспособствует. Не нужно будет ждать три дня. Ну, Наташу обязательно найду. Так, все. Девочки, идите в дом. Ольга, приготовь, пожалуйста, нам чай. Мы с Игорем сейчас придем. Спокойно все обсудим. Женечка, давай в дом. Я не собираюсь к вам заходить. Давай тогда телефонами обменяемся. Девочка объявится у нас или тебе позвонит. Хорошо. Диктуй номер. Извини. Алло. Пап, это я, Наташа. Со мной все хорошо. Я не хочу тебе врать. Я нарочно вынула карточку из мобильного телефона. Ты не волнуйся, я буду тебе звонить. Но... Я хочу уйти к своей мечте. Я очень хочу петь. И даже ты не сможешь меня остановить. Пап, я очень тебя люблю. Надеюсь, что... Ты меня поймешь. Диана, не плачь. Наташа нашлась. Она только что звонила Игорю. Ох уж эти девчонки. Возраст у них такой родителей пугать. Ты понимаешь? Она хочет стать певицей. А я даже не слышала, как моя девочка поет. Значит, получается, ваш ресторан в ближайшие дни свободен. Хорошо. Мне нужен еще флорист, потому что зал, столы. Нужно все это украсить. Да. И, пожалуйста, ссылочку у работы, флорист. Потому что, если мне не понравится, то я приглашу своего. Да, хорошо. Здравствуйте. Я приехала. Я Наташа из гостиницы в Карпатах. Помните меня? Я... Я вам перезвоню обязательно. До свидания. Я пела. И меня пригласил Гарри Король. Он сказал, что я хорошо пою. Люсь, не полно. Он мне визитку дал, но я ее потеряла. Вы понимаете, он такой направленный лев говорит. Всем. Ну, работа такая. И если бы мы собирались здесь всех, кому он это сказал, то было бы уже не протолкнуться. Так что, свободно. Это каждая сельская буренка звездой норовит стать. Ну, что я могу сказать точно, это то, что беременности нет. Евгения, вы можете выйти в коридор? Мне нужно поговорить с вашей мамой. Ноченька, выйди, пожалуйста. Что-то не так? Вы что-то обнаружили при осмотре? Точно покажу только анализы, которые мы взяли. Возможно, это пока еще преждевременный разговор, но у меня есть серьезные опасения по поводу фертильности вашей дочери. Подождите. Вы что, хотите сказать? Я хочу сказать, что с высокой долей вероятности ваша дочь бесплодна. Данечка, еще пряник? Нет, он не будет. Богдан, пойдем лучше немного поиграем, пока мама не позовет спать. Да? Тогда вы дейте. О, отлично, давай. Опа! Вперед, мой верный Чингачгук! Боже, ребята! Цыган, еще позовите с медведями, чтобы веселей было. Богдан! Смотри, какая добрая тетя Ира пришла. Она шапошно рядилась, сейчас начнет размахивать метло и выкрикивать заклинания. А нам с тобой это слушать нельзя! Иго-го, убегаем! Ангел, ангел полетел, да? Да не слушай. У тебя очень элегантное новое платье. Ты куда-то уходишь? Нет. Пришла вам показать это на помолвку. Нравится? Ну, конечно. Значит так, девочки, завтра в 19.00 в ресторане номер 12 будет моя помолвка. Ой, у меня совсем из головы вылетело. Пойду и я подготовлю наши снаряды. Ирочка, за тебя так рада. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я должен вас предупредить, мы скоро закрываемся. Мы бы хотели немного обновить свой гардероб, мы ненадолго. Мам, поверь, это лучший сток. За смешные деньги здесь можно найти супер брендовые вещи. Ой, Женечка, посмотри, какое красивое платье. Нравится? А это какое. Я думаю, тебе очень подойдет. А вон, какая блузка. Так, срочно в примерочную. Бегом, бегом, Женя. Позвольте, я отнесу. Да, пожалуйста. Подозрительно, что ты такая добрая. Это из-за того, что я не беременная? Или это из-за Наташи перенервничала? А что, так заметно? Интересно, какая она эта Наташа. Если такая грубая и неотесная, как ее отец, вряд ли бы мы с ней подружились. А вообще забавно посмотреть на нее. Женечка, ты не понимаешь. Наташа, она ведь все-таки... Ваши вещи уже в примерочной. Проходите. Все, пойдем, пойдем. Бегом. Лар. Лар. Слушай, я надеюсь, ты понимаешь, что твоему мужу не место на моей помолвке? Там будут приличные люди. Я не хочу краснеть. Это твой выбор. Ира, ты сейчас серьезно? Да. А чем тебе не угодил мой Сергей? Что с ним не так? Все с ним не так. Ты в зеркало себя видела? Красивая, талантливая девчонка вышла замуж за кого-то мента. Ты понимаешь, что он не ровня нашей семье? Папа умер, потому что ты вышла замуж за этого... Ничтожество. Хорошо. Сергея на твоей помолвке не будет. Но если ты думаешь, что приду я одна, ты ошибаешься. Поняла меня? Что, вы снова ссоритесь? Вы же сестры, Ира. Что? Лара. Мама. Мама. Ты это, что читаешь? Да это старый журнал. Я его храню, потому что тут мама-сестра и мамин второй муж. Да ладно? Я их сегодня видела. Так это же известная тетка какая-то. Светская львица. Диана Левицкая. Во! Сначала она была кречет. Потом она встретила Дмитрия Левицкого и нас с папой бросила. Я же тебе говорила. Говорила? Ну так без фамилий же. Она тоже очень хотела петь. Ну про ее пение я, допустим, ничего не знаю. Я в этом не разбираюсь. А вот бизнесом она каким-то ворочает. Не бедная у тебя мамаша? Так а что ты тут прозябаешь? Что ты к ней сразу не пошла? Нет, я никогда к ней не пойду. Она плохой человек. Папа правду говорит. Она предательница. Ой, да ладно тебе. Плохой, хороший. Она же мать. Может скучает по тебе. Любит. У нее другая дочь есть. Вот, видишь? Мне кажется, ей всего достаточно. Ее любви на меня не хватило. Так ты хочешь сказать, что она с детства тебя ни разу не видела? У меня от нее осталась только эта кукла. Прикольная. Мама мне ее подарила, когда я еще была ей нужна. Когда она меня любила. Я с самого детства сплю с ней в обнимку. Да и сейчас тоже. И везде ее с собой вожу. Она мне как талисман. Бедненькая моя. Ну-ка, расскажи, что ты еще знаешь про свою маму? Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот. Теперь мне никто не будет цепляться, что паспорт просрочен. Что, с новым паспортом? В новую правильную жизнь, да? Рисковая ты, детка. Кто не рискует, кто пьет шампанского, мешай. Мамочка! Мамочка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok